так ребят всем привет начинаю без анонса анонса сейчас по ходу пьесы уже буду писать почему пуша был выключен свет ровно до часа дня и вот ровно сейчас ровно сейчас его только урубили этот свет болят две минуты игра как идет а Продолжение следует... 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 Так, а что я пишу китайцу? Понял ли вообще о чем я говорю, я не знаю. Но надеюсь, что понял. Ну все, ребят, не будет дерьмового рестрима всякого. Будет у нас стрим из игры. Так что смотрим и радуемся хорошему Старкрафту. Блин, я очень рад, что последнее время просто немерено, ребята. И последнее время, что самое главное, постоянно я нахожусь в игре практически. Спасибо. 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 Так, ну все, ребят, короче. Привет всем. Счет у нас 1-0 в пользу Снута. Я прошу прощения, просто очень резко я прилетел. Сейчас буквально в душу успел сполоснуться чуть-чуть после турника. И телефон, черт побери, садится сейчас. Поставлю сюда ком. Что-то заряжаться собираешься, вот пупырь. Телефон заряжается и мы смотрим, что происходит. Тайм прилетает рипером. Вот я вам показываю АПМчик. Гранатка на отступление. Снут хотел на рамке сейчас, на Акрипе, вот так вот отсечь путь. И уничтожить этого паренька риперка. Но у него ничего не получилось и тайм живой. Он правда стреляет, постоянно летает. Но ничего не убил абсолютно в данный момент. И Снут, играя через скорость овером, решил надежно сыграть сейчас. Так, сейчас посмотрю, как логотипы и текст смотрятся. Так, текст можно чуточку пониже. Вот так вот. Так. Электричество отрубилось. Нефиг на климатическое было собирать. Ничего, сейчас соберем, бомбанем. Так, что, ё-моё... Без электричества. Без электричества сделаем на горящих пуканах СНГ прогеймеров. Короче, сделаем, в общем-то, оружие. Я думаю, что это получше любого реактора будет. Подводной лодки там или авианосного. Работать. Ну что, забегает Снут. Тайм просто не готов к рыву. Правда, Линги проходит за КСМ-ок, но Снут великолепно все окружает. Это полный провал для тиранов в начале. Снут просто разваливает в хлам здесь. Обратите внимание. Тридцать четыре-двадцать шесть парабам. Потянет для Джейши Марин Лорда. Посмотрим. Я вот не могу утверждать, как у Марин Лорда с протцами. Но Марин Лорда может потянуть протц, который агрессивно играет сначала. Все, если, блин, Джейши будет сидеть и делать стандартно пилон гейт, газ, Нексус, и там просто сверхсейфово играть, то он, конечно же, не втянет его. Если он будет играть с какими-нибудь прокси с таргетами, блинг-пушами или суперхалявно, там, 17-й Нексус, ранний третий, то тогда у него есть шанс, как будто. Только так, я могу сказать. С такими, как Марин Лорд, либо суперхалява, либо прессовать его. Стандартно с ним, ну, как бы, нет смысла играть, он нестандартно играет. Он, в смысле, не очень нестандартно играет, он халяпщик. Да, Марин Лорда только вердос может потянуть. Тоже верно. Ну, вот, суперхай Марин Лорд и есть халяпщик. Очень жесткий, очень жесткого халяпщика можно убить, ну, если у тебя уровень примерно, как у него. Если, конечно, ты кореец, там, статс какой-нибудь или зеста, или си джей хиры, то ты их стандарт, конечно же, сможешь справиться, потому что, ну, у тебя все сверхчетко, как бы, да. Если же у тебя уровень примерно такой же, да, как бы, то тогда, или, может, даже чуть похуже, то-то либо более жесткой, то-то только подготовкой именно под оппонента, либо более жесткой халявой. GG пишет тайм унижения, просто, у унижения. Компанию пройду после, конечно же, этого турнира. Я думаю, что даже заново пройду новые две миссии и третью потом, чтобы люди, может быть, как раз часов в шесть начнут, как бы, и придут с работы многие. Спасибо. 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 Ну что, ребята. GG против Marine Lord. Ждем. Какие бейтики, ставочки есть? Кому интересно это вообще дело? Так. Что у нас происходит? Вот, давайте посмотрим. Marine Lord 1.23. 3.26. JSH. Ну, конечно, сну с Marine Lord супер-фаворит, а тут и к бабке не ходить. Вот. Кому интересно, делайте ставочки эти. Так. Переключаю я все. Почему там? А, старая инфа. Сейчас. Так. Вот же. все выложено на главной странице. О чем речь. Сейчас я в группу ВКонтакте выложу. Вот вчерашний NSL, ребят. С вас, пожалуйста, плюсиков побольше. Пользователь Абысик активировал премиум на ваш канал. За это всем премного благодарен буду за плюсики. Вот. Вот так. Ну, просто, выложу grayом. Физор. Физор. vaцик. Физор. А под contemporary, иgerем выложенeli приём bodies. Физорppa. В то приб RonTO Bubido. Иoles. Трик где! Трик стрижен素. Щи clinки для поменой. Так. 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 Спасибо всем за премиум, ребята, и все дела. Так. Погодите, что я скинул-то? Я что-то не то скинул. Сейчас, ребята, короче. Во-первых, вот здесь у вас плюсики, пожалуйста. Вот. Это вчерашнее NSL. Во-вторых, плюсики с вас знаете где еще? Вот здесь вот. А сейчас назад, блин. Куда я жму, не туда куда-то жму. Вот здесь вот с вас еще плюсики. Это вчерашнее прохождение кампании, но одна миссия, как вы поняли, я сегодня да пройду. Вот. 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 скинул. Спасибо всем за плюсики. Оп. 14 на NSL. На нове что там уже? На нове 9. Отлично. Здорово, Илюха. Сегодня да пройду кампанию, в общем-то, и все будет нормально. Илюха. Илюха. Вот. Сегодня я уже сказал, сейчас кончится данный турнир. И скорее всего я даже заново пройду. Все три новенькие миссии. ette в целом. То есть вот что вы может узнатьまず excess веселье для вытеснение. gl Продолжение следует... 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 так нет если китайцы делают ошибка это не значит что кто-то в золоте также играет не надо переоценивать свои силы потому что никаким золотом здесь не пахнет как бы золото из говна смолота как говорится здесь любой игрок как бы он гмль на игрок но другое дело что гмл не всегда помогают чтобы победить картиночка так что вот так вот дропчика идет мариков сейчас сколько здесь прилетело 14 мариков подрезает марин лорд филон золото и серебра и бронза смола ну да тоже верно чё ну что ребят 29 100 на 70 по лимиту конечно после такого провального начала для просто у тирана все просто великолепно по-другому здесь и быть не могло у него здесь циклон две минки еще в миксе есть и если просто протос сейчас не пойдет защищать свою рампу то ему будет больно сканит марин лорд поднимается наверх видя что с н3 просто позицию сейчас не держит нифига все они позицию не заняли абсолютно здесь никакую доделались уже и щиты можно смещаться в бок час выбивать все скан минус апсерер марин лорд оказался очень внимательным игроком сейчас еще убивает так призма летает циклон ее бомбит протос не может увести чё он делает то они пьяны все что ли чё он за вперед то воет юнитов своих на медленный пилон варп провальный вообще просто хуже дерьмовый и вообще извиняюсь сыграть невозможно вообще было сейчас чем но я надеюсь что джейши сейчас соберется потому что ну вот столько ошибок в одном месте на одном квадратном сантиметре просто экрана столько ошибок это же вообще жесть вон как будто и ну не видит он жмет просто все подряд так вот короче на клавиатуру я захожу будут свою царскую клавиатуру царскую митсуми ломать чтобы показать как это выглядит в данный момент казаки какой-то кап 10 тысяч еще за казаки так привет всем на твиче везде в мире коры 20 вы дорогой турнир там 20 будет а вода хирос который пока ничего не могу сказать поэтому полю по достаю юг может быть и по стриму но доступа в игру у меня нет и это уже печально как так честь еще проверю в котором организатор то блин фьер драгон не знаю такой вообще я не понимаю что там за прикол на у стрэнджа спросить с кем он играть будет так турнир этот кончится ребят пять бутри на данном турнире это уже второе бутри вторую часть кстати еще даже часа не прошло но и с такими темпами пойдут часам четырем уже наверно он кончится может даже раньше прошлый вчера около пяти вроде кончился ну что тут пробочка ныкается но marine lord просто берет и рипером все проверяет но до конца не полетел но проверяет абсолютно все вообще везде будет ли проверять самый угол где вот эта пробка стоит похоже что нет ну то надо самый угол тоже проверять и рипер назад улетает мисс с мариком где стоит здесь прокси факт аж самое интересное строится мне вот это понятно что минки будут там и не только но пойдут ли эти минки на муви вперед вот сами по себе вот сюда либо это они полетят на медиваки я не знаю я не знаю это будет старпорт минка то где оказывается минка нужно успеть не одну а ха минимум две хотя бы построить до готовности да там медивака адепт ушел сейчас на краснющий мхп marine lord попытался поймать но он не сюда пошел он пошел в другом направлении ксм уезжает на мейн строится еще минка 29 секунды 30 медивак короче еще даже придется чуть-чуть минку подождать медиваку марики спускаются здесь плюс еще два барака факта блин у старпорт минус билда этого в чем в том старпорту нужно улетать сейчас будет перед зато перед роб посмотрите пилона ни одного минеральной линии нет а и здесь криво стоит вот сюда минку можно дропнуть одна копается на вторую marine lord пока не стреляет вообще минка копается на мэйн уводит джи и ши сейчас рабочих два раба потерял вот актервер номер один прилетел актервер номер два строится на мэйне успеет вернуться блин пока кстати дэмэджем убивает здесь 14 секунд 13 нет успеет опс вернуться сталкеры другой вот того второго взял сталкеры прилетели убили что у нас медивак медивак на второй базу опять повезет сейчас минку спокойно выбивает просто успевает но здесь зато либератор посмотрите как встал я вот не уверен доставить дает ли уверчаж там или нет но во первых рабы не добывают во вторых сейчас минимум сталкер будет потерян а я думаю что может быть даже и два успеет выбить а нет не успеет блин контроль замечательно идет всем минус 4 хп соответственно просто и поля восстановится ну молодец джи и ши как бы здесь четко достаточно отбился плюс гейты добавляются еще что форжа строится 5 гейтугую трубу ага нексус 3 ставится эту игру более четко джи и ши отыгрывает нужно признать минки еще 2 копаются но вот все таки не могло все идти так круто и минка жахает просто вдвоем минки сейчас 10 рабочих как с куста а все казалось очень хорошо идет для просто нет не все так хорошо приходит сейчас сталкерами а здесь уже бьем много плюс и медивак есть и здесь второй старпорт уже есть с реактором и цсшка 3 и бараки добавляются то есть все у марин лорда очень даже неплохо после контроля вот этим сталкерами казалось джи и ши умеет магет как бы все теперь нормально будет но все таки нет короче все таки минка прилетела две штучки он не заметил и ладно вторая минка одного рабочего убила первая 9 разобрала это было серьезно и до сих пор прилетает бомбит рабов риппер что самое интересное вот пробку он уничтожил прям к себе выкинул и еще одну марин лорд подрежет нет подрежет и еще одну и еще раз бомбанул даже все адептум скорости таки готовы 43-55 парабам ну это практически катастрофа старпорт а2 то есть сейчас по 4 медивака можно будет строить там викингов масс 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 если понадобятся колоссы если будут ну и так медивак просто немерено на третьей базе сразу два газа марин лорд ставит очевидно для чего для того чтобы как раз вот эти медивак продакшен и больше бы и был здесь китай сбивает медивак чтоб марин лорд не тупил бы делал бы фугасы бы мародером было бы замечательно конечно так медиваки строятся на третьей базе пошла добыча все газа очень много добывается сейчас здесь адепты залетают попадают на ту редку несколько юнитов здесь рядом находится нужно улетать адепты иначе погибнут и нужно 2.2 делать нужно больше короче продакшена можно либераторов марин лорду делать ну знаете сколько сколько у него там этих пристроек сколько два реактора на старпортах и это очень жестко все тут выход пошел я вижу надо арморе марин лорду делать и заказывать 2.2 в ближайшее время китайцы вообще с грейдами плюс один сделал и все остановился причем твой лайк есть сделай просто атаку хотя бы спокойно делай и все будет нормально заходит марин лорд филды здесь не спасают просто марин лорд бьется очень даже неплохо фронт то все равно сохранился да как бы у тирановских юнитов и они сражаются до сих пор то есть он продавливает даже в этих условиях у меня такое ощущение сложилось поначалу было ошибочный блинк агрессивный понимаешь так блинкаешь еще маленький лорд отступил мог бы и наказывать здесь но у него мало мариков тут только мародеры ну посмотрите сколько био еще идет вперед плюс уже либераторы поперли во все плюс 2 медивака подлетать 4 медивака 2 либератора мариков где-то так 10 мародеров 14 мариков это серьезно очень короче изи 2-0 судя по всему от марин лорда марин лорд будет биться со смутом в финале так нет здесь прилетели адепп потому что адепп что смогут сделать но я сомневаюсь что они что тут смогут сделать минус пилон заходит марин лорд на третий нексус сейчас либераторы где-то поодали вообще ничего не прикрывают минус мазеркор минус нексус просто сносит марин лорд здесь отбился вроде как 85 на 130 полимит нужно либераторчик пораскладывать просто они на мулю залетают на пофиг марин лорд еще их ставят они как такие потанковали чуть чтоб био дэмэш наносила гигантский гг пишет джейши но это просто уничтожение вообще привет гидравлик так секундочку skype забыл что я подрубить надо skype подрубить все в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Так, ну что... Кажется, все кипеть начинает. Я ОК нажал, должно сейчас зайти, ждите меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 5-8 минут, говорят нам здесь, что будет перерыв. Ребят, я ОК не буду врубать тогда вебку. Сейчас я быстренько перекус устрою и вернусь к вам, уже больше не будет пауз потом. Так, и где... Продолжение следует... 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 А, хэс на одно поражение меньше у него еще. А, хэс у победителя, наверное, взял просто. Я вообще понимаю, почему. А, хэс 2-0 выиграл челла, просто понял. А кофе у нас... Все, теперь понял. Хэс как... Погодите, чик. А, чик, погодите. Чик 0-2 влай, чик 2-1 кофе. И чик 0-2 отлетел. Короче, понятно, у чика на одно поражение больше. Да-да-да, да-да-да, все правильно. Решила то, что выиграл 2-0. Короче, ребят, четвертая минута уже идет. Да, я какую-то хренью занимаюсь. Тут призовые рассматриваю. Здесь у нас билд в Steam ранее от Марин Лорда. Смут выдвигается вперед. До тайминга Steam Pack, между прочим, придет. Все, больше отвлекаться от игры не будем. Лингов масс-масс побежало сейчас. 22 линга, 7 ровущие. Один рейлджер у нас в ситуации такая. Принимает Марин Лорд бой. Зачем депошку-то открыл? Ё-моё. Зачем ты открыл депошку, но на фаерболы не попадает. Важный очень момент. Конечно, Марин Лорд. Сейчас фаербол по медиваку попал. Неприятно. Вы вывезти рабочих бы несколько штучек вперед. А вот и Steam Pack подъехал. Как Марин Лорд храбнокровно действует. Черт побери. Посмотрите, как он просто взял и отбился. И контроль великолепный. Все раскатил. Все раскатил сейчас. И увернулся от всех фаерболов. Steam Pack вовремя прожал. Марин Лорд, посмотрю, в очень неплохой форме пребывает сейчас. Четко сейчас задефился. Но это двухбазовый прессинг, и нужно быть аккуратней. Вот с Танчиком полетел он вперед. Уснуто тут. Третья раскачивается. Хатка. Королевы его любимые строятся. Просто супер много королев. Обратите внимание. Пять есть. Там две в заказе сейчас. Марин Лорд на мейн, кажется, залетает в данный момент или нет. Так, пофокусил, королеву отфокусил. Улетает в итоге. Ну, часть моряков погибла. Остальные, кому места хватило, улетают, соответственно. Но третья цешка строится. 1-1 заказана. Так, улетает медивак. Контроля ты никого не увидел. Ну, потому что у тебя контроля нет. Вот ты и не увидел. А тот, у кого есть, например, контроль, я. Вот он и видит, что контроль присутствует на самом деле. Там даже не... Там, может быть, сверх какого-то естественного контроля не было. Но там четко было понимание, что нужно делать сейчас. То есть он туда-сюда отвалил. Очень грамотно. Вот. Как-то так. И то, как бы, кто-то, может, у кого еще сильнее контроль, он вообще бы увидел, что там Майлорд чудеса какие-то совершал. Ну, чудес-то там на самом деле не было. Но контроль был хороший очень даже там. Не, ну, этот контроль можно и по-другому описать. Сначала что-то не было стимпака. Куда... Так, пошла атака, ребят. Потом контроль я вам расскажу, какой там был. Контроль. Это сейчас Майлорд отвозит танки. Один отвезти не смог. Ну, два медивака было в три. Я думаю, законтролил. Ну, как с плейшем наваливают? То есть, сначала там был контроль туда-сюда, что-то жал. Вообще, моряки ходили. Там сверху фаербуллы падали. Вообще, ничего не делал. Там сами стреляли. Что-то только мышкой жал правой кнопкой. А потом Т нажал. Короче, как стимпак доделся. Все, все расстреляли сами. Вообще, ничего не было, не происходило. О чем вы говорите, ребята? Танки уехали. Вот. Выходит в центр Майлорд. Он хочет выбить криппа. Это правильно вообще. Так. На английский стрим нужно уходить по-английски, чтобы говнотекста, ну, никто не видел твоего на следующий раз. Короче, ребят, давит Майлорд, продолжает давить. Четвертую минусуют. В это время дроп на мейн. Ну, это потерянный медивак здесь. Хотя, нет, кстати, королевы-то нету. Нечем перехватить просто. Зачем к Майлорд дропается? Думал, что не улететь будет, по ходу дела. Зря дропнулся. Мог бы уйти просто сейчас. 183, 160 по лимиту. Ну, снуд держится пока. Снуд, короче говоря, терпит очень сильно, да? По потерям он в минусе очень серьезном. У Марин Лорда, посмотрите, вот самое главное, куда нужно обратить внимание в данный момент, это вот наверх, на вот эту панель. 60 секунд делается второй армор у Снута, а здесь уже 100 секунд делается 2-2. И у Снута один армор, а у Марин Лорда 1-1. То есть сейчас у Марин Лорда будет 2-2, а у Снута будет просто один армор единственный. Видит Марин Лорда, что Снут здесь рядом бегает? Ну, же с тем паче, что нужно убивать его. Что происходит-то? Где танки-то? Где Сич? Танки сидятся по факту, вместо того, чтобы лететь на медиваках сразу. Но, тем не менее, выход быстрее пошел в итоге. Марин Лорд в этот раз не уворачивает что-то от фаербулов. Королевы не смогли помочь своим роучер-реведжерам никак. В итоге реведжеры все разгромлены. Марики-мародеры просто изничтожают их. Королевы были вне боя, королевы были не в удел, а теперь они своим маленьким ДПСом просто ничего минуснуть не могут. И это очень печально. И у Марин Лорда как раз 2-2 грейды подъехали. Вот это-то супер сильно зарешало. Кажется, что это 1-0, ребята. Выдвигается он дальше. Здесь четвертая ССС-чика уже пошла. Бью очень много. Так, погодите, сколько бараков вообще всего продакшн? 8 бараков у Марин Лорда. Это уже серьезно еще продакшн. Паербуллы падают, по танкам даже попадают, но реведжеров не так уж много остается. Марин Лорд приходит, просто наказывает. Все, попадает гигантским количеством био на Микос, но он не подрешал. Этот Микос здесь все-таки разрывает роучер-реведжеров Марика-мародера. Вообще в хлам, короче, разгромил. Сейчас я посмотрю потери. Вот они потери в конце. 14-4, 100 на 8-200. Все, ой, четко Марин Лорд сделал. Вот, а по поводу моих комментариев к контролю это было. Тогда вот хотел я вернуться все-таки. Это было на то, что человек просто не видит, в чем контроль. Вот, а по поводу моих комментариев. Вот, а по поводу моих комментариев. Подпишись наical. А по поводу моих комментариев. А по поводу моих комментариев. Может быть, по поводу моих комментариев. У каждого, как и делainて, А по поводу моих? В счету бороду моего памяти. Подпишись на крупной веры текะ. Ну, я наконец говорю. Неб filed в четвер洗Fi. Не знаю, зачем Малин Лорд Саплай опустил Я думаю, что он всю армию Сразу, скорее всего, не увидел снута Либо просто это была ошибка На самом деле, если бы он Не опускал Д-пушку, а дал ее пробить Он бы более хорошо Отбился бы, то есть он потерь бы меньше Там Марики все равно погибли Но ему хватило, хватило Мариков И самое главное, он даже КСМ их не отводил То есть он Получилось как? Хоть бы пушка и опустилась вниз Пароход-то узкий был Сначала туда зашли все линги Малин Лорд их раскатил Видел, куда падают фаерболы Увернулся био всем от фаерболов Ни одного Марика не погибло на фаерболов Только по медиваку 2 попало Он вычинил потом Ну и то можно это было сконтролить Но надо было больше тыкать Может быть ошибся бы, да? Где-нибудь он из-за этого И потом роучи зашли по одному Фактически с реводжерами То есть в итоге Марион Лорд Достаточно легко отбился в данной ситуации В той Куда Рипер? Правильно летит Рипер, но разведки не было То есть это ведет Марион Лорду Ну что, ребята Второй барак у Марион Лорда Опять же, блин, а сколько популярен этот билд? Достал, вообще тираны ничего другого не играют Причем даже с Протцем они вот этот билд очень любят играть То есть ранний стимпак сейчас Очень неплохо решает такая ранняя агрессия То есть не просто сидят, строятся, не дают Играть Так, переходят дрончики сейчас на вторую базу Поставим на всякий случай пинг Чтоб видеть, что происходит 25-23, Снут уже впереди Параба Мув скоро будет готов Решил Снут сыграть надежно, заказать мув и овером Чтобы увидеть, что там Марион Лорд делает В общем овер всего один здесь рядом летает Второй там летит по другой части карты совершенно 16 Так, на Амэйне 15 На второй 15 Снут у Дрона вперед на третью Но сплит идеальный, рабочий как это называется Это правильное решение Рипер отдан, как и в прошлой игре Как я понял, там он отдал тоже Марион Лорд его Но это в итоге ни на что не повлияло Дальше Марион Лорд очень круто отыграл И справился со всей агрессией Здесь овер Так, Снут что-то посмотрел Что он посмотрел-то вообще? Ничего не посмотрел Нужно сейчас залететь будет Мариков, что ли, побоялся? Возможно, да, побоялся Мариков Стеночка закрывается Сейчас в этот раз Снут не будет делать агрессивных роучей Он только оборонительных роучей будет делать И у Марион Лорда, кстати, билд этот чем интересен? Если другие тираны вот с этого билда Добавляют бараки, добавляют био Если с двух бас собираются действовать Либо же добавляют Так, что маленькие-то все не садятся? Все, садятся все Просто буст потратил никуда Ну, бывает, косяк, конечно, Марион Лорда Либо добавляют третью цешку И переходят в грейды Там и тд То Марион Лорд переходит в танки Сразу добавляет То есть это еще после поджима мариками Самого первого Еще поджим с танками идет небольшой Так, лайб будет играть Короче говоря, я же говорил Я не знаю, может вы не смотрели предыдущие дни майнстрима Первого-четвертого числа Сегодня вот третья группа Четвертого Завтра последняя будет группа Но завтра нужно стримить будет Старлигу Поэтому я не знаю, что с этой группой делать Будет четыре группы Перерыв пятого числа И шестого-седьмого Будет у нас плей-офф и продолжение В общем-то Так, что-то летает Марин Лорд Снуд ждет На самом деле на мейне его дропа Королева Блин, вот королева вначале Этот стиль чем хорош? Вот Снуд уже прошарен в нем Посмотрите, во-первых Крипов Все залито крипом То есть королевы имеют мух везде С мейна вниз сюда идет Отсюда и с центра Сюда бы еще тащить крипа Было бы не плохо И не только крип То есть они Передвигаясь быстро С трансьюзами Они могут встречать дропы С их гигантским ржом по воздуху Там фокусить медиваки То есть как бы От дропов сейвится Очень неплохо Зерк таким Тем самым Здесь приходят два танка Сиджатся Снуд идет вперед Отбивать Нужно отступать Марик и мародерами Мышка назад Танки по роучим Стреляют Дэмэдж просто гигантский Наносит Медиваки Марин лорд Думал что Здесь не думать надо Здесь видеть надо Сейчас была такая Очень Ну как типичная В общем-то неприятная ошибка была От марин лорда Какая Он видел Что полетел Фаерболл И думал Что Снуд кидает его на танк И увел танк Просто по дефолту То есть действовал Как робот Но он не видел Что не в танк Фаерболл летит Нужно быть более внимательным Он летел в био И там где-то Марик А4 погибло То есть Как бы Потери меньше бы Могли бы быть В этом бою Но в любом случае Даже если тот Фаерболл не попал Снуд не продавливал Марин лорд Снуда не продавливал Прошу прощения Но Опять же Снуд играя через Вот странный стиль Почему через Один эволюшн Я не понимаю Опять играя через Один эволюшн Атака не делается Ни милишная Ни ринжовая То есть только Второй армор делается И все А у Марин лорда Один один Доделывается Но в этот раз Кстати Крэйды уснут Чуть пораньше Что-то Тормор Здесь дропчик Сзади В районе Вероятной Четвертой Базы Снуда Будет заходить Отсюда Крипа нет Поэтому Почему важен Крип Потому что Там быстрее Все Хобби Шри Вижн Был бы он Здесь Дроп шел Хобб На крипе Появился И смуту Было бы Гораздо Больше Времени Среагировать Сейчас Крип Дальше И так Становится Три Крип Тумора Плюс Еще Королева Выставляет На центре Масс Крип Тумора Заходит Марин лорд Начинает Все убивать Убивает Смут 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 Он даже Не пытается Задрочить Милиш Стиль Он Все время Своих Раучи Реведжеров С королевами Играет Вот Играет Точно Так же С одним Армором Но Продумай Добавь Королев Добавь Реведжеров Вначале Для обороны Несколько Штучек Но Делай Резкий Свитч Например В ультру С грейдами Сразу Или Скиль Какой Не знаю И сразу Будут Оппоненты Не готовы Ну Смут Хочет Тоже Один Билд Задрочить Везде Работал Везде Не будет Работать Найдутся Уязвимые Места Так Здесь Крип Туморы Появляются Пытаются Уйти Королевы Скор Варкраф Смут Нет Не думаю Варкраф Не играл Наверное Раньше Или играл Я не знаю Так Здесь Второй Эволюш Он Добавляется Наконец Таки Марин Лор 158 Ускута 174 Вот Пора Делать Выход Марин Лорд Понимает Сейчас И через 12 часов Через Верх Пойдет Ну Кстати Неожиданное Направление Удара Такое Вот Под 2-2 Тайминг Как раз Марин Лорд Выход Делает Заходит На стиме Так Проверил Что он здесь Проверил Что-то проверил Но не там И ничего И нету Как бы Отступает Назад Вперед Что-то туда-сюда Ходит Здесь И микот Здесь Ручи Нужно Нужно Было Сразу Заходить Теперь Снуд Ждет Это Все Дело Как бы Я вообще Не понимаю Зачем Марин Лорд Сейчас Туда Ломится Минус Два Танка Один Чуть Не погиб Но Это Ошибочная Общика Все Бред Марин Лорд Сделал Почему Ну вот Пришел Первый раз Эффект Неожиданности Потерял И все равно Снуд Готов Просто Стоит На микозах Принимает И вот Здесь Ничего Сделать Не может Марин Лорд Пестера Попуг Всего Одного Разрыв В крипе Какой-то Небольшой Но Зато Здесь Крип Очень Далеко И Снуд Пытается Контратаковать Сейчас Смотрите Роучи Ультрой Можно Третью Базу Снести Марин Лорду Пока Он Сюда Всю Би Уведет Здесь Мас Королевы Здесь Есть Чем Принимать Но Снуд Спину Заходит Обратите Внимание Ультрой Плюс Роучи Мест Другой Стороны Королевы Врываются Просто Громит Сейчас Марин Лорда Бедняги Просто Как в Компании Зерги Зажали В узком Проходе Бедного Тирана Но Правда Роучи Здесь Не справляются С задачей С обороной Роучи Все Падают Но В любом Случе Снут Разменивался В плюс 5 Ультралов Все Заказано Прогнал Оппонент С его Королевами Крип Умора Сразу Восстанавливает Не забывает Крип Умора Восстанавливать 3.1 Делают Сейчас Все Коготь Готов Третий Армор Сейчас Будет Готов Греды Хорошие Марин Лорда Четвертая Прилетела С мейна Он Просто Поэтому Сюда Ломит Еще Четвертую Хотел Занять Здесь Крип Убивается На центре Окружает Динги Несколько Юнитов Био Здесь Снут Шатает Принимает Танк Марин Лорду Так Линги Накидывают На Био Там На Мародера Мариков Ну Они Живут Под Лечением То Конечно Пошли Королеву Уже Часть Сверху Часть Через Сендер Пытаются Обойти Снут Громить Четвертую Базу Апанин 189 139 Полимит Укажите Что Это 1-0 Да Это 1-0 Ай 1-1 Простите Сверху 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 Не надо Конкретизировать Сверху 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 Ну что, поехали Малинур, да главное, что GML аккаунт Решающая третья игра Скушаю Варенье клубничное И чай пью Галактический процесс у нас карта Вторая смута Прокси бараки Где же вы будете, ребята Вот вы где будете На 9 часах будет На 9 часах будет прокси бараки Газ первый при этом всем Это прокси риперы будут соответственно Но что с нут у нас Не будет ли он пул первый Случайно играть Не, не будет вроде как Пул первый с нут играть А не пул первый, посмотрите Но если пул без газа То он не так уж эффективен будет Все равно Так, второй овер летит Примерно сюда Где бараки строятся Ну это в стиле ютермала Наверное Вот этот рабочий После первого и третий Барак закажет Сразу же Вполне возможно И газ, кстати, уснут Тоже добавляет То есть можно будет Сейчас ручь ворон запилить И отбиться И овер видит барак Посмотрите Опа А здесь третий Пошел уже Да, это в стиле ютермала Все это дело Само вырвалось Да ничего страшного Просто, ну Конкретизировать не надо Что там и где Чтоб ни у кого лишний раз Не бомбанеско Бункер на рампе Роуч ворон снул заказ Да, уже готова Королева Первый рипер прилетает И не убивает рабочих Это уже хороший опенинг Королева, кстати Энергию начинает копить Лингов тут подкидывает Снул Бункер выбивает Будет криптумор ставить Ну против рипера Тяжело ставить криптумор Особенно против двух Блин, а че снутен ехать? Я вот не понимаю Почему снут не кинул Инъекцию сейчас Ну что, выбил ксм Всех, наверное, ксм Хотел выбить Кинь ты инъекцию Чёртову Ёма Сейчас погибнет У неё 50 энергии Она сейчас погибнет Ну че за снут Ты вообще, блин Ну снут, а Хоть рипера убил И то хорошо Но Здесь уже дроны Начали падать Правда Тиран Сан Две ксмки потерял И риперов-то будет Все больше и больше Но пять раучи Уже, чёрт побери Заказано Ещё одна королева есть Здесь нужен криптумор Чтоб мейн со второй Соединился Ну как снут Тупорезится так Чё он не ставит криптумор Спускается на рамку Здесь три гранаты Аж целых взрываются Инъекцию Хоть кем-нибудь Нет, не кидает Копит чисто Копит Копит энергию Снут Ну мейн Обязательно Со второй Надо соединять Соединяет Мейн со второй По лимиту Кажется Снут отбился Минус рипер Хорош Снут Как бы Начало для снута Пока что Выглядит неплохим Но Здесь есть Где расшатать Всё равно Можно вот Даже Отсюда-сюда Прыгать В точку сбора Ещё рипера Убивает Ну сколько уже Четыре Малин лорд Потерял Ну и кстати Даже цц Он не смог Заказать Что самое Интересное То есть Если сейчас Дальнейший Малин лорд Снуту Какой-то Дэмэш Не нанесёт У него Всё плохо Будет Даже Ещё Цц Второй Не заказано А риперы Не убили Ничего Практически Два дрона Четыре линга Одну королеву А у снута Уже и реведжеры Есть Вот Проигрывал Снут Её термалу Не строив Реведжеров Вообще И теперь Соображалка Работает Теперь уже Реведжеров Добавляет Молодец Криппо Наплодил Уже Мейн Со второй Соединён И здесь Всё видно Будет Прекрасно Всё Криппумры Готовы Реперки Залетают Минус Ещё Репер Короче Почти что Идеальная Оборона У снута И почти что Двукратное Преимущество По лимиту В данный момент Так Репер Репер Семь Осталось Репер Наверное И в это Время Настроить Танков Чтобы Дома Хотя Бо Отбиться От Агрессии Снута Пробивает Снут Камни Везде Чтобы Проще Обороняться Было Я так Понимаю Это Может И в Минус Быть Ему Армор Прочти Доделывают Сейчас Будет Какая Ситуация Снут Уже Будет Заказывать Второй Армор А там Только Атака Точнее 1-1 Будет У Марион Лорд Заказана 40-56 Парабам 62-114 По лимиту Ещё Чуть Чуть И в Два Раза Снута Больше Будет А Ну Снут На Плюс Арморе И На Муверу В общем Собирается Выход Делать Занимает При этом Четвёртую Хату Пробивает Везде Абсолютно Камни Здесь Роуч Чё-то Заблудился Снута Отдал Роуч Марин Лорд Подрезал На ПМ Показываю Гал Марин Лорд Кликает 380 Марин Лорд Кликает Но Это Его Не Спасает Совсем Чё-то Всё Роуч Мув Доделся Нужно Заходить Вперёд Роуч Там Марин Лорд Пытается Повзрывать С двух направлений Ведёт Юнита Своих Снут Простите Заходит На рампу У Марин Лорда Ничегошеньки Здесь Нет Вообще Надо Пробить Камни Наверное Пойти Снут Боится В лоб Атаковать Чё-то Снут Боишься Ты Ёма А Ну Сейчас Три Танка Ну До Этого Можно Было Варнуть Снут Побоялся Что Гранатки Чётко Лягут Плюс Танк Там Не Один А Больше Плюс Био Больше Оно Подойдёт Отсюда И Как бы Его Примем Здесь Ну И Полез Наверх Ну Через Викинги Начинают Викинг Точнее Один В единственном числе Начинают Оверов Гонять Снут Свич Делает Уже В Милишной Кстати Второй Эволюшн Пораньше Добавил Вот Это Мне Нравится И И Хайф Уже И Четвёртая Хатка Погаз Добывает 73 Дрона Выход В ультру Идёт Снут Чётко Очень Сейчас Пока Играет Конечно Здесь Правда Врыв Пропутил Рипперами Вот Тебе Только Сказал Что Чётко Сразу Минус 6 Дрона Сразу Рипперы Ворвались Но Здесь Есть Чем Встретить На самом Деле И Всё Нормально Так Инфестра Ставится Для таких Тем Надо Закопку Делать Почему Закопку Не делают Многие Игроки Не Понятно Заргут Всё Сейчас Инфестра Копаем И всё Либо Скань Либо Не Убьёшь Ничего Плюс Девять Реведжеров У Снута Ультралов Пока Что Нет Ну Вот Пошёл Ультралис Кеверн Можно Адреналин Заказывать А У Снута Муволингом Нет Вон Он Даёт Муволингом Нет Ну До Мува Адреналин Смысла Особо Нет Заказывать Пятую Снут Отбирает Забирает Сейчас базу Пытается Взять Видит Викинги Летают Ну Снут Наверняка Не Буча Смотрите У Мари Лорда 1-1 Доделалось У Снута 3-2 Заказано Ну Что Про Этому Поводу Можно Сказать Всё Очень Печально У Мари Лорда Нужно Пробить Камни Может Здесь Камни Пробить Везде Можно Снуту Камни Пробить Файер Булы На Камни Летят С Грудов Будет Светиться Потом Мари Лорд Здесь Одного Роу Уничтожил Мари Лорд Танками Пятую Хапу Снуту Отменил Добегался Снут Сейчас Дочудил Мехоз Мимо Но Мародёры Попали В ловушку Тут Со всех Сторон Бегали Зерги Так Чётко Законтролил Квараилус Максимальной Энергии Снут Сейчас Чётко Файер Булами Хочет Снут Ой Чуточку Не попал Все Мехоз Пошел Файер Булы Поперли Но Как Только Мариков Снут Подрезал Здесь Здесь Сиджат С Мари Лорд Танками Танков Реально Много Выбил Снут Депошечку Бункер Почти Выбил Бункер Мари Лорд Успел Продать Бункер Не сгорел Молодец Чётко Сыграл В этом плане Четвёртый Сэшка Есть 166 200 Не в пользу Марин Лорда Правда По лимиту Ультралы Уже На 2.1 Сейчас Будет 6.1 Соответственно Да Доделался Уникальный Армор И кажется Снут Собирается Заходить И не давать Марин Лорду Ставить Четвёрту На ультру В линию Пошли И здесь Как-то Часть Юнитов Вообще Отстала Ультра Падает Сразу Позиция Для Марин Лорда Оказалась Просто Замечательной Снут В куче Гигантской Дерётся Но Грейды Великолепные Юнитов Гигантское Количество Поэтому Продолжает Давить Фаербол Либераторов Выбивают Сейчас Нужно Уйти Немножечко Назад Отходит Немножечко Назад Нужно Просто На разворот Сейчас Подраться Выбить Танк Выбить Либо Эту Суцешку Прогонять Я не знаю Ну Что-то Сюда Интересно Куда Стоит Точка Сбора Да Со всех Хат Она Туда Стоит Похоже На то Да Да Вот Она Стоит Точка Сбора И Всё Бежит Туда 186 Всё Абсолютно Под контролем 3-2 Грейды Доделываются То есть Снут Как бы Он Дерётся Он Разменивается И усиливается А Марин Лорда Не особо Сейчас Усиливается У него Хотя 2-2 Доделались Грейды Но Тем не менее Я думаю Сейчас Будет Снесена Планетарка В ближайшей Перспективе Как ещё Ультралы Подбегут Те Которые С прироста Вышли И ГГ Напишет Марин Лорда Пошли Фаербольщики Заходит Снут Ультра Просто Все Задапливают Мясо Сзади Линги Ещё Врываются Через Другой Проход Очень Чётко Они Сюда Ворвались Прямо К Тему Я бы Сказал Ну Как же Реводжеров Искепеляют Либератора Но Это Даже Это Не Помогает Марин Лорду На самом Дели Кто Выиграет Жейши Или Тайм Ну По Коэффициентам Они Вообще Как бы Практически Равные Я думаю Что Это И будет Равная Примерно Игра Кто Выиграет Мне Реально Тяжело Сказай Так Продолжение следует... 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 Играть и побеждать тяжело, особенно с крейсерами... Как-то... Ну пока, видите, батлы... Тяжело их как-то применить пока что... Что ждем, ребят... Сейчас я вареница покушаю чуть-чуть... Вернусь к вам... Сейчас хост создадут, потом подчеркают карты... Тайм Джейши... Какие бетики, ставочки есть... Короче, коэффициент почти одинаковая... А, уже... Уже Джейши... Что-то еще больше фаворитом стал... На Тайм 2.16... Не, ну Тайм перспективная... Такая вот... Я думаю, может зашатать в процессе... Посмотрим... Так... Не получается прям активировать... А ты все нормально делаешь-то? Почему не получается? Что происходит? Пробуй еще... Где премиум... Там... Жмешь... Активировать... Ключ слева вводишь туда... Должен активироваться... Я скоро будет видно меня... Тихо... Ха... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У тебя пришел ключ на мыло или нет? Ну все, наконец-то в игру зашли ДимаTorzok Так что разбирайся в интере, что там да как Группа на GSL готова Ну давайте посмотрим группы Показываю вам, что здесь происходит, ребят Это GSL у нас Опа-на, хорош, хорош Ну я бы сказал, группы более-менее ровненько распределились Не повезло Рьянгу, стои же немножечко Они попали в группу GZestu и CJ Hero Это явные два фаворита на выход, по-моему, здесь Группа B, наверное, самая интересная по матчапам, да и по скиллухе Она просто жесткая Два тиммейта QR и SOS сюда попали Великолепный Zerg Dark Из-за скателеком и B'Yan без команды Ну я даже не знаю Вот здесь выйти может каждый, реально Каждый может выйти Тут надо смотреть, как бы Здесь очевидные фавориты, да Группа C, Дир, Бьял, Мюнсик, Мару Судьба Мару В его руках, понятное дело Но тут сложно сказать Но я думаю, Мару и... Ну как Мару и Дир? Мюнсик статса выбил Мюнсик тоже хорошо сыграл, например И выбил он кого еще? А, с QR он не играл Мюнсик 2 PvP просто взял и минуснул всех Ну, бывает что Здесь неоднозначно очень-таки Группа D, TY, ROG, GUMEHU, CLASSIC Ну вот это тоже интересная группа Два крутейших тирана Рога запихнули сюда И CLASSIC очень крутой процесс Но GSL будет в любом случае интересно Какое оно еще может быть на самом деле В общем ждем, когда оно там будет проходить Ну а пока что А пока что у нас GSCHI против тайма Начинается этот матч Ребят, я не знаю сколько времени займет Там реклама, все дела Короче, ждем начало Помните, что... Спасибо всем за внимание Начал я только в 13.00 сегодня Потому что свет был вырублен Не мог раньше начать никак Вот, ну и спасибо всем за внимание За поддержку Помните, что поддерживать хорошо Мой канал Премиум Подпиской Отблоками отключенными По реквизитописанию Или напрямую Или через плеер Материально И сегодня NSL У нас потом Компанию Да пройду я все-таки Миссии Вот эти новые Которые вышли Вчера нужно было идти Поэтому я Закруглился чуть пораньше Я как-то подустал Вчера уж там Вчера уж там Вчера уж там Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... По очкам будет ниже него, я так полагаю. Какие еще могут быть варианты? Может быть, второму месту дадут, если он не будет в топчике по очкам. Вот это его я даже не знаю. Ребята. Ну что, газ запилен у таймчика. Сейчас что ты делаешь, ё-моё, тайм? Ну ё-моё, нервничать что ли? Молодой тайм рабочих сорвал, потерял минералов. Несколько десятков сейчас я... Ну как несколько десятков? Тридцатку с ракет-то точно потерял, я думаю. Так, чё ББ? Не понял, что... Почему ББ-то? Ещё не ББ, ещё стрим. Ну я думаю, часть 3-4... Ну не, ну 4 не знаю, ну 3 точно в глошбе. Во-первых, сейчас ББ-3 раз, потом с Марин Лордом ББ-3-2, потом я буду проходить кампанию, я буду проходить на самом деле её... Ну все три миссии новеньких заново, я так думаю. Можно вообще всю нову заново пройти, в принципе, сегодня почему бы и нет. Как раз просто те, кто хочет последнюю посмотреть, они сработал, успеют вернуться, например. Я думаю, что даже так и сделаю, наверное. Просто потом удалим, короче, запись мы... Которая без последней миссии, ну, зальётся, только нормальная запись. Со всеми миссиями. Короче, посмотрим по ситуации. Решу, КСМ-ка разведывательная приезжает, видит всё, видит мейн, оставляет её за Нексусом. Сейчас Тайм смыкал, кстати. Не знаю, стоит ли ему там стоять. Рипер вперёд полетел. Ну не надо переживать, за что рабочих сорвал, в принципе. Ничего катастрофического не произошло. Развитие продолжается, но приятного мало, как вначале такое происходит. О, пробочку. Поймал рипер-пробку, гранату под сталкера на тебе под ноги и улетает. Ну а здесь инженерка. Вот я до сих пор не понимаю тиранов. Нахрена они тут инженерку устроят? Ну просто, я не знаю. Ну вот не веди ты сюда рабочих. Куда? Вот точка сбора стоит. Ну вот сюда. Я не понимаю, насколько вот это вот... Когда это отпустит всех уже вот эти инженерки, блин, бесполезно. И когда начнут игроки соображать, что можно рабочих... Вот, свободные минералы, которых она вообще не блочит, которые... А он пробки все ведет на дальние. Ну, блин, ну не тормозали, ё-моё. Во-первых. Во-вторых, ты построил инженерку. Уведи КСМ-ку. То есть была потеряна КСМ-ка еще здесь. Это вообще бессмысленно абсолютно, блин. Я не знаю, мне аж припекает просто. Да даже прикол в чем? Здесь свободных дофига минералов. Если даже рабочих больше минералов стало, переведи ты по два поставь вручную сюда. Больше нечего контролить. Начало две пробки минус. Сейчас три пробки минус. Приезжаю. Делать-то с умом надо. Ну и просто надо. Ну вот, смотрите, дай, блин. Короче. Просто меня поражает, даже в начале, когда не занятых минералов, вот раз, два, три, четыре, вот здесь было, просто точка сбора стоит сюда за инженерку, и он просто ее не меняет, как бы, рабочих не переконтроливает. Ну что за бред вообще? Ее можно нивелировать, просто нивелировать, как бы, вот это все, просто руками. Просто нужно, ну вот, нужно контролить. Да, если бы здесь было много рабочих, она бы влочила там, понятное дело. Ну, а их мало-то, как бы, ну, она особо... Ну, ладно. Хорош про инженерку, давайте смотреть дальше. Инженерка есть у тайма, плюс один чуть-чуть не заказывает, хотя газа много сейчас на данном ау. Он хочет медиваки заказать, и газа хватило бы все равно на медиваки. Вот как раз сейчас и 100-100 будет, смотрите. Ну, там, буквально, там, через секунду здесь два заказываются, щиты заказываются. Нет, щиты уже давненько делаются. Короче, supply-блок у тайма недолго, правда, был. Плюс один он так и не заказал, но вот, я не знаю, если ты строишь инженерку ранее, то больше незачем, кроме как для плюс один ее строить. Так, ну, одного сталкера подрезает здесь тайм, и почти что подрезал второго. Подрезал и второго, сейчас еще и третьего срежет точно на стимпаке, посмотрите. Если дать циклону захватить, то и четвертого заберет, жесть. Прогулялся протез до блинка. Ему просто тайм сейчас развалил четырех сталкеров на ровном месте. Это очень неприятное, на самом деле, начало. Марики сейчас будут со щитами уже. Не иди просто вперед, вылечи их пока. Вот, щиты добавились, все. Сейчас нужно вылечить, просто зайти, подняться на хг. Да, здесь блинк право уже готов, но... А че, блин? Циклона законтролил тайм, не дал его забрать. Вне рейнджа, оверчажа дерется очень даже неплохо. Нексус третий можно пойти отменить, в конце концов. Что мешает это сделать тиранчику? Еще один оверчаж развел. Циклоном не дает там нормально атаковать. Сейчас тайм принял решение, что все перестимпатчено. Можно пробить камни, но 4.75 подстимпатчился еще одного обсервера. Сбил, здесь еще один летит. Обс, как процесс вообще обсерверов не кон... Не, ну, когда процесс вот так вот обсерверами поступает, желать того, чтобы требовать от него того, чтобы он рабочий еще на минералы направлял, блин, мимо инженерки. Это уж перебор своей моей стороны, походу. Вакейра, привет. Всем привет. Заходит тайм наверх. Сейчас как раз плюс один доделывается постепенно. Смещается вне рейнджа, оверчажа, бьется. Минки делают залп. Плюс циклон. Мазеркур уничтожен. Это в лоб пролом просто сейчас был только что. Мазеркур уже не спасет, очевидно. Нужно просто пилон убивать. Минки перекапываются. Сейчас минки копаются. Циклончик вроде как законтраливает тайм. Он еще сейчас кого-нибудь возьмет. Фокус, возможно, вполне. Мазеркур уже не спасет. Оверчажа просто некуда сейчас выставлять. Подходит. Бьет. Четыре юнита крестом, на самом деле. Так, залп по пробке вместо Мазеркура. А мог сейчас Мазеркур пробить. Медивак не сконтролил. Надо было законтролить Медивак. Нексус падает. Короче, без второго Нексуса. Оказывается, просто бежит на минке. Здесь просто захваты идут. Мазеркур мин просто громит. Он считаем. Жишит. Кажется, мы ТВТ увидим. Как будто бы очень скоро. А самое интересное, что тайм вообще не фаворит по коэффициентам. Далеко был. Я же говорю, заманчивая на тайма. Там два с чем-то на кипете. И 1.50 на Джейши. Как будто он фаворит такой уверенный. Просто здесь. Ну, продолжается давление. Просто больше рабочих. Просто третий Нексус добывается. Но он не сможет отбиться вот этими сталкерами смешными. Ну, никак. Минку выбил. Она залп не успела сделать. Здесь пробками пошел просто вперед. Но даже это его не спасет сейчас. Залп. Минус 7 пробок в стэк. Просто прилетает сейчас. Ну, провал на провале вообще. Здесь контур друг двух адептов. Кстати, адептов плюс один. Если бы их было здесь достаточно много, то можно было бы рабочих много попытаться выбить. И они выбили бы много достаточно рабочих, наверное. Ну, отступил ночь Катайм. Ну, увидите. Здесь просто растерзанная база проксов. Он ничего не может с этим поделать. Как бы здесь все замечательно вообще. Контр-дроп адептов. Ну, кстати, адепты, смотрите-ка, сейчас неплохо наваливают. Третью просто унижают базу. Ну, здесь тиран пытается вперед пойти. Но дома есть адепты. 16 ксм уничтожено. Рабов у тирана даже меньше стало, чем у Кротса. Залезай в призму, телепортируйся. В призму не может залезть с контроля дома. Филды нормальные дома не смог проставить. Масс медиваки здесь, поэтому адепты не могут зарешать никак. И остальные юниты. И здесь призму потерял. Тут же дома законтролился. Вот если бы сейчас отбился бы, даже мог чуть лучше просто отбиться. Еще бы и призму бы попытался бы увезти и увез бы. Может быть, что-то и получилось бы. Потому что рабочих 19. Тиран потерял сейчас. Да и выстрелят и били. Выстрелят. Где патрон твой? Один герой-мародер приходит и просто его боится. Боюсь-боюсь, мародер. Пробивает тайм-камни. Био подходит. Новая точка сбора сюда ставится. Хочет дожать очень сильно просто. Заходит. Высылаются адепты сейчас, чтобы в Био ворваться. Либераторов откокусить нет. Не откокусить. ГГ. Быстрый корабль новый у нас на заставке. Красивый корабль такой. Ждем инвайта. Ждем вторую игру. Но Марин Лорд ждет оппонента. Кто это будет? Джей Ши либо тайм? Пока непонятно. Джей Ши Марин Лорд уже развалил еще жестче, чем тайм. Ну так, что ТВТ даже может интереснее будет, чем ТВП. Потому что я сомневаюсь, что Джей Ши что-то может сделать Марин Лорду. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ребят. Голосовалку за что? ТВТ или ТВП? Давайте досмотрим, а потом на Победоса просто голосовалку запилю. Я не знаю, простите, кого-нибудь. Пусть пилят. И мне что-то впадло реально, пацаны. шевелить руками если не по подтягивался после перерыва при преска на турнике бомбанул что-то мне очень все впадло стало и сейчас поел и пью чай у меня все хорошо ладно не будем не будем эгоистичны кто победит пельну сейчас гласуем на победоса хотя time 1-0 ведет но все равно будет интересно опа time решил не заморачиваться дай как говорит я как marine lord про спрокси факту сделаю проверить же и ши интересно или нет не знаю короче решил marine lord вски бил повторить если найти эту факту то можно и отбиться а от соотечественника подлянки не ожидает а вот она подлянка надо ожидать китай очень разнородный там есть трения внутренние опа соотечественник ты чё здесь попутал что ли мины делать и приходит сюда мины бомбит одну минут 24 хп оставил так видов нет но если я заморачиваюсь то я один день турники подтягиваюсь широким максимально хватом всегда по-армейски вот так уверчаш надо ставить ну что ж ты так медленно то реагируешь власть ну ё-моё тфу ё-тфу на тебя что за реакция ужасная и дела куда мышь нанёс своему сейчас флешем observer собьет да ну короче куда тебе вообще братан ну что ты вообще творишь здесь маленькие пришли начали разваливать чё творить проц я просто поражен сейчас либератор выйдет еще и третий нексус ставит кати нексус то вообще от минок отбиться не может сейчас опс вылетит но минка закадышится а сейчас минус 3 пробочки еще короче говоря у проца полный провал 62 лимита тайма на 50 джейши здесь есть минка проца по ней гуляет просто здесь и сейчас сейчас вернется назад будет бомбес минус сталкер еще здесь либератор разложен все блочит это вообще разгром просто по всем фронтам куда ты влез сталкер как смотрите какая вот какой-то читер сталкера ногу туда поставил в рейндж а никто не стреляет по ноге ну какой хитрый ножку то можно такой знаете как вот когда всякие в школе там прыгали в институтах и т.д. там типа стартовать бег там пытается за стартовую черту листи прыгать там ножичку вперед заносит хитрец такое чиновником будет по минералы из бюджета воровать так ребят ну что пытается тут джейши все таки отбить либератора наконец-то зачем подблинкнулся агрессивно непонятно я здесь среди теней так ну и на брусьях тоже если я делаю то просто я хз как там на вне она там понятно можно разных миллион всяких упражнений делать на брусьях можно без турников без брусьев делать все как для того чтобы на тренинце достаточно гравитация это очевидный момент но не хотя бы ходить бы три дня три четыре стабильно в неделю уже было бы хорошо потому что я сейчас неделю отходил чуть больше у нас ну уже почти две недели не ходил и сегодня опять начал приходят просто сейчас джейши погодите что он отменил он отменил и стимпак и щиты протас о тирану простите тиран двигается вперед тут просто опять треть не кстати куда то вертяж это так рано ставишь он еще не пришел что же ты творишь то вообще двадцать девять сорок семь парабам у протаса парабам все нормально но вот то что он эти у вертяжа сейчас зачем-то сюда выставил его может просто сейчас игру про проиграть этот момент апсервера здесь нет две минки здесь сзади присутствуют гадите а к стим пододелать нет стим есть я вру только щиты да я вам наврал по этому гг если б не было стимпака шансы возможно были бы у протаса но так как стим был готов шансов нет мы будем твт ребят смотреть это очевидное 2-0 джейши вылетает и как бы и бабосиков меньше получит тайм получит больше соответственно даже в случае проигрыша за 2-0 ужасно джейши конечно играл честно говоря ошибок просто миллион но я вам честно скажу ребят если нет опыта если что-то неудобно есть игроки которые и это более редкие игроки но это круче гораздо которые на ланах всегда стабильно играют и показывают уровень великолепно не хуже чем дома иногда и могут лучше чем там дома выстрелить а есть игроки которые в инете круто играют как бы и на ланах постоянно нервы что-то неудобно как будто у меня всегда в первом старкрафте так было редкие ланы когда вообще я вот когда я играл там на сто процентов как дома допустим это очень редко было первым вторики во втором как-то уже попроще было вроде как но нужно понимать что и всем на самом деле нелегко и и и и и Продолжение следует... 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 Я как бы и без карты раньше обходился Если нужно что-то купить Ну а вообще как бы нахрен как бы я не трачу деньги на всякую хрень как бы такую стараюсь Ну что погнали ТВТ тайм против Марин Лорда Голосовалка давно уже пильнула Надо посмотреть Затайма 9% Марин Лорд 37 Красивая игра 25% Упыри 28% Всех шатаун приносим много Ну конечно Марин Лорд фаворит Вот на количество карт Да может быть на 3 имеет смысл Если делать какие-то ставки Но я сомневаюсь и в трех картах Если честно Сейчас посмотрим Изменяю их Упыри 3-5 см Так что это получается Да может быть на воду Так что это просто Так, орбиталочка пошла Смотрю здесь Какой комментатор Не предвзят, не понял Полетел мул На дальний минерал, что ли Да, зачем на дальний-то, е-мое Тут 800, он моментально его сносит Если я, то я никогда не предвзят Я либо за одного, либо за другого Либо за красивую игру Других вариантов нет Ну и то, как бы, я всегда Всегда я больше за красивую игру Но если играют наши, то за наших Если играют корейцы С некорейцами, то я за некорейцев Предвзятостей тут нет никаких Так Зубыря За упыря-упыри Ну и я иногда могу быть Ну что, гирионщик едет от тайма вперед Очень-очень ранний Но малин-липером ждет здесь Лофт его Если наши И корейцы Очевидно тогда Вооружен и опасен Так Ответил бы я, как говорится, те в рифму Да дети на стриме присутствуют Вот Так, циклончик заказан у маленьлорда Первого у тайма летит передробчик Шесть маленьких минка Ну посмотрим, что он может сделать Минку где-то сзади закопал Зачем она там сзади нужна Жертва Минки Вот здесь Марик был Так, там вторую раскачиваю Вот здесь у нас Либераторчик прилетел Марин Лорд пытается в захват его взять Взял захват Ну тайм улетел Здесь Викинг есть Короче, парабам Тридцать один Тридцать два Тридцать в данный момент Пользу Марин Лорда Тридцать три Ну на два рабочих Да, он пусе Вижу, что фризит иногда Кто лагает-то? Кто-то лагает у нас У меня, судя по параметрам Пим достаточно высокий Почти четыре сотни Но Лагать не должно Из-за меня Да, как бы Это явно тот другой Двойной дроб На мейн К Марин Лорду Идет сейчас Залетает тайм Два танка Марики Здесь дробщики сидят Марики прямо на мариков Марин Лорда дробуются Танки в сич надо ставить Как можно быстрее Но дробщик достаточно Эффективный проходит От тайма, я вам скажу Так, танки можно и пофокусить Было бы Попытался тайм пофокусить В итоге Ничего не зафокусил Марин Лорд отбивается И тайм даже Ни одного медивака Не увел Но вот ошибка Что вовремя Не законтролил То есть Вовремя танк Не фокуснул Медиваками Можно было вниз Увести сюда танки Позицию Сменить немножечко Как-то так Пора продакшена добавить На самом деле Пора бараков заказывать Уже Марин Лорду Он этого не делает Сейчас Может какой-то выход Хочет предпринять Не знаю Но возможно Полетит пара медиваков С танками Плюс викинги Чтоб за там Подхарасить Плюс викингами Шатать Ошибы Контроля Сейчас было От Марин Лорда Потерял Циклона Тайм его моментально Уничтожил И здесь Три барака Кстати Стим У тайма Может быть И не раньше Нет даже чуть пораньше У него еще щиты Одновременно Плюс один И у него Продакшен Уже с трех бараков В отличие от Марин Лорда У которого нету Такового Идет Марин Лорд Ко второй базе Тайма Ццщику Тайм Между прочим Вторую Даже раньше Марин Лорд Заказал Здесь Викингами Тайм контролирует Все законтроливает Здесь Из комарика Входит Уйти Просто Сейчас Уходит Мариками Ну и как-то Тайм Посмотрите-ка Ситуация Свой плюс Вообще Выправляет Хотя Потери у него Больше После того Дропа То есть Он просто Нагловато Действовал Там Ццшки И т.д. И побил У него Все нормально И плюс Один есть Щиты Чуть раньше Даже И третий Ццшка Вовсю Добывается Скажу Ситуация У тайма Очень даже Неплохая Я бы сказал Прям хорошая Такая ситуация У Марин Лорда И медиваков Нет особо Ничего нет То есть Викингов Что-то намасил А что Викингов То он намасил Что они ему Дают Сейчас Ничего не дают Так Симпач С тайм Идет вперед Танки Без Сиджа Марин Лорда Очень похоже На 1-0 Мариками Ближе Делает Полный бред Нет вообще Что он делает Зачем он Зачем он это делает Просто потерялся Тайм Сейчас решил Марин Лорда Развести Ничего не получилось Все что нужно было Тайму Взять Маликов Подвести Вот так Вот сюда Взять Танки 2 В медиваки И вот сюда Дрогнуть Все Это была победа Фактически Но тайм Боится Еще сейчас Давай убегать Да Еще и отступает Ну просто бред Просто бред Блин Короче Тайм Явно Недооценил Эту ситуацию Своей силой Мандражирует Перед Марин Лорда Милочка Продолжает Тайм Присовательство Понятно 135 127 Но такого уже преимущества Нету По лимиту Ни почему Вообще У Марин Лорда Танчиков Много И что у Марин Лордов Плюс Это в абсолютном Так это Преимущество По викингам У него Большого Очень присутствует И соответственно Воздух контролит Но тайм Умудряется Продавить Сейчас Тем не менее Правда Три танка Где-то сзади Там вообще Находятся Викинги Садятся Викинги В итоге Уничтожено 119 97 Неужели 1.0 Тайм Похоже на то Медиваки Фокусить бы Этими Мариками Было бы Неплохо Но ГСМ Убивать Тоже хорошо 15 уже Рабочих Падает Здесь танки Дерут Билые танков В итоге Тайм Все отдал 58 52-68 Барабам Марин Лорда Больше Рабочих Становит Полетел Дропчик У тайма Прирост Сюда Подходит Тайма 2.2 В отличие от Марин Лорда У него 2.2 Не заказано Только сейчас Он заказывает Но заказывает И шансы Оправиться Еще конечно Есть Такая ситуация Еще ничего Здесь Не ясно Прилетает Тайм На четвертую Здесь Новейших Тримула Блин Под ударом Оказываются Марики Гэш и таймовские Приходят Надо Медивак Отфокусить Медивак Не фокусит Марин Лорд Да ещет Ты где ж Ты видишь Что их нету И СЦ С мейна Полетела Сейчас Так Тайм Пытается Сейчас Со стороны Камней Выйти Ну Марин Лорд Готов Его встретит Собственно Зачем Он сюда Пришел Вот Ка Такие темы Смотрю Понимаю Что Ну Китаец Вроде Неплохо Играет Но Он Не понимает Как Реализовать Вообще Марин Лорд Четвертую В центре За ним Он Что Бегает Зачем Сюда Пришел Зачем Сюда Он Пришел Вот 2-2 Посмотрите 2-2 Надо было Под тайминг 2-2 Как раз Таки Пытаться Продавить То есть Поймать Такой тайминг Чтоб Убить Марин Лорда Он Не Использовал Его Ну Боевой Лимит 105 На 97 Практически Равный Боевой Лимит Сейчас Тяжеловато Все-таки Как-то Так Четвертую Цельщику Это 1-0 Тайм Это Факт Надо Танки Складывать Подходить Сюда Все-таки Умудрился Тайм Марин Лордов Тащитесь Молодец И Кажется На Кто На 2-5 Карты Ставил Похоже Что Сработает Я не верю Что 2-0 Тайм Марин Лорда Ушатает Но Эту Игру Я Уже Вижу Что Он Не Отпускает У него 3-3 Уже У него Все Раньше Ну Что Будет Тайм Драться Да Полетел Вперед Дропает Танки Заходит И Убивает Марин Лорда Это ГГ Прот Долго Долго Собирался Но Резко Сломал Ну Знаете Как-то Тайм Так Отыграл А вдруг Сейчас Завезет На халяву Как-то Игру Следующую Не знаю Не знаю Всякое Может Быть Но Вперед Забегать Не Хочется Слезэн Слезэн Продолжение следует... 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 Сейчас я вам скажу, какие коэффициенты были... 1.08 на марин лорда и 4.68 на тайма в конце, это жестик... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, полетел мул... Готов риперу таймом, факта реактор пошла. Здесь у нас тоже самое абсолютно рипер факта реактор 3D-пушка. Продолжение следует... Ну что, барак перелетает, факта на реактор... Старпорт заказан, это все у тайма. У марин лорда абсолютно то же самое. На бараке лаба пошла, здесь тоже лаба. Зеркальные билды у игроков. И орбиталочки пошли. У марин лорда чуточку все раньше, чем у тайма. У марин лорда. У марин лорда. У марин лорда. Продолжение следует... Так, про КСМ-очки строятся. Точка сбора на второй Марин Лорда все в один минерал. Предпочитаю, вам рекомендую, вот если вот с мейна на вторую базу точку сбора ставите, ставьте, например, вот с мейна сюда, либо сюда, а со второй базы сюда-то они проще будет распределиться, они будут отсюда катиться сюда. Это тоже выигрываются какие-то секундочки, доли секунд, которые решают в итоге там. Ну, там 10-20 минералов плюс выиграть на каком-то отрезке тоже, на самом деле, может зарешать. Так, летит Банша вперед. Тайм и увидел, кстати, Рипером сейчас 100% расклад. Она очень долго в РНЖ летела. Ну, здесь есть Рэйвен. А что Рэйвен сделает? Да ничего он не сделает. А что боится Марин Лорд? Рэйвеном отпугнул просто Тайм сейчас. А его Банша где вообще? А его Банша отсутствует. Гайте, он вообще Баншу не строил. Да, он Баншу не строил. Викинг здесь тоже есть. У Марин Лорда Банша тоже не подрешало. Вот, смотрите, стоит Рипер и прямо видит Баншу. Марин Лорд не видит, что Рипер на Ксилнаге, то есть она под угрозой. Вот, полетел, и Тайм понимает, в какую сторону Марин Лорд полетел сейчас. И можно лететь, убивать ее, пытаться. Ну, не надо только через Аклик лететь, блин. Почему? Потому что, если бы вперед, ближе бы сблизился бы с ней, через мук бы спокойно Тайм, он мог бы убить. Вот сейчас автотурель можно выставить, а на два выстрела успеет сделать. Скинь ты автотурель, что ты боишься-то, блин, за энергию? А вот на Мейн прилетела Банша, кстати, на ровном месте. Тайм развелся в итоге, сам себя почти развел. Но скан, слава богу. Вот если бы вот здесь скана не было так быстро, могло бы погибнуть столько КСМ, что вообще печаль полная была бы. Так, вычинивается Банша. Надеюсь, все вперед, погнало. 99 тайма на 86 Марин Лорда. Посмотрите, Марин Лорд пытается свитч сделать в третью в экономику, а тайм двухбазовый прессинг. Демонстрирую чисто гелионами. Грейдэй, есть синее пламя на геликов. Сейчас 4 хелбата на голову, гелики заедут. Так, прилетают хелбата. Дропается тайм. Здесь масс хелбата заходит, выжигает Марин Лорда у рабочих, в мясо, всех вообще. Неужели тайм 2.0 это будет сенсация просто? Похоже, что тайм 2.0 втаскивает и на нифига себе просто жесть какая не заходит на две карты, там на три карты точнее нифига. Так, хелбаты улетают под туретку, только один успел дропнуться, но банша Марин Лордовская прилетела, пытается спасти положение. Но, ребята, если даже банша здесь что-то отобьет, посмотрите по рабам 29 на 52, это полная дичь вообще. Ну, 30 сэшки, конечно, у Марин Лорда, но рабов все меньше и меньше, медиваки все еще летают, шатают, тайм делает третью, у тайма танки строятся. Весь прирост идет в атаку, гелики новые приезжают вообще. Ну что же, 34.82 по лимиту. Падают последние юниты тайма, Марин Лорд отбился, типа, но прилетают два викинга. Минус викинг, минус банша сейчас. Тайм просто, ну-то Марин Лорд оправдывает свою тему, что он на ланах плохо выступает. Изи 500 бачей. Кто поднялся, пацанам путь премиум купить, е-мое, не знаю, в чатик скиньте. Если кто-то в тайма поверил. Здесь сэшка достраивается, не будем вперед забегать. Ну, 20-757, это, ребята, беда. Двухкратное преимущество. Миш, 500 через карты были сегодня. Жалобы, что через карту сразу не доходит. Вот. Сэшка готов. Кто на новенького? Сэшка готов. Вооружен и опасен. Сэшка готов. Сэшка готов. Месторождение минералов... Так. Так. Винтере 95. Завершено. Так. Ну что. Здесь продолжает. Там шить. Что 27 на 83. Винтере, если ты общий премиум покупал, личного ты не активировал. Это точно я не видел. Если общий, значит, он у тебя активировался наверняка. Я просто вижу только, когда личное активируется, общий нет. По поводу 200 рублей, задержка, судя по всему, уже об этом говорили. Вот. В чатике, я говорю, там в конфе писали. Если, ну, стоит беспокоиться, если не придут через сутки. Так сказал Ледоколыч, и еще кто-то там говорил. Вот. Короче, если не будет, я там разберусь. Ну, по идее, ждем просто. 104-145 по лимиту. Опа, прошу прощения, тайм идет вперед. Заходит своим мехом. Викинги, холбаты, Марин Лорд сбил. Только если бы позицию нормально занял, был бы шанс. Позицию занял Марин Лорд кривовато, мягко говоря. И зашли танки плюс холбаты. Викинги сели. Минус Марин Лорд. ГГ. Тайм 2-0. И тайм удивляет. Тайм раскатывает просто в хлам Марин Лорда. И Марин Лорд идет гулять по Шанхаю. А тайм царь вообще. Так, Винтери, ты то есть общий премиум покупал или какой-то? Скажи мне, чтобы я знал-то. Кто просто говорит, что инфы нет никакой. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Кто поддерживал, надеюсь, что дойдет. Ну что, ребят. Не на сегодня. Группа С закончилась. Сейчас я поставлю все на заливку. Тайм молодец. Марин Лорд не очень молодец. Получит какой-то приз и будет отдыхать в Китае, собственно говоря. Что у нас там по призам? Обновили все уже. Нет, не обновили. Короче, сейчас я делаю стоп-старт. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...